Это не просто выставка, кусочек лета посреди заснеженной Уфы. Образцы художественного искусства соседствуют бок о бок с миром растений. Уникальный проект дальние страны впервые представили на суд уфимской публики. Там замечательные средиземноморские пейзажи. И наша коллекция в силу особенностей нашей оранжереи тоже во многом представляет именно растения Средиземноморья. У нас здесь есть кипарисовики, цитрусы, лимоны, апельсины. Как раз те растения, которые мы можем встретить где-нибудь в солнечной Италии или Испании. У наблюдателя словно появляется возможность не только увидеть страну на полотне, но и ощутить воздух, которым дышат ее жители. Идея превратить оранжерею в галерею принадлежит уфимской художницы Елене Поперной. В последнее время я часто путешествую в Монако, во Францию, делаю там выставки, участвую в конкурсах международных. И для меня тема эта очень близка. В связи с этим хотелось кусочек лета привезти в Уфу. Изначально картины хотели разместить непосредственно в оранжереи. Однако из-за сильной влажности и неподходящей температуры был шанс испортить масляные полотна. В итоге экспозиция встречает посетителей ботанического сада уже, что называется, с порога. Подсознательно дальние страны, конечно, практически не переместился. Но немножко ощутило лето зимой. Холодную погоду самое то было. Ну, хотелось бы, чтобы больше происходило от этих мероприятий, особенно вот в контексте ботанического сада. То есть сплетение какого-то такого визуального искусства и еще восприятие природы. Хотелось что-то тепла, какого-то лета, и решили сходить в ботанический сад. Но так получилось, что здесь, оказывается, еще проводится выставка красивых картин. То есть два в одном, и нам очень понравилось. Яркие краски картин в тропической зелени перенесут каждого в атмосферу романтических путешествий. Это экскурсия для тех, кто хотя бы на пару часов хочет уйти от заснеженной Уфы в мир экзотических растений. Выставка дальние страны продлится до 5 февраля, поэтому у желающих еще есть время.